Дело в том, что я по своему происхождению русский вырос и получил первичное образование в России, под Курском. Приехал сюда учиться в 1962 году, поступил в Харьковский университет и с тех пор живу в Харькове, в Украине. Здесь родились мои дети, они, как и я, граждане Украины. И я хочу сказать, что ни я, ни мои дети не собираемся ехать не в Израиль, мы русские по своей национальности, не в Германию, не в Россию. Мы коренные жители Украины. И поэтому для нас важно, и для всех тех, кто здесь постоянными жителями русские в Украине, они просто обязаны, если хотят жить всегда здесь, обязаны защищать эту страну. И бороться точно так же вместе с вами, с украинцами, за то, чтобы было благополучие и, так сказать, высокая продуктивность производства, чтобы народ жил хорошо и чтобы мир был между различными национальностями. И поэтому я, вот когда вы здесь собрались, я, наверное, один здесь русский, да? Хотя я прекрасно понимаю украинский язык, пишу на украинском, но я не имею опыта разговорной речи на украинском языке. Мне бы хотелось, чтобы вот единство нашего государства и как бы национальное единство, оно формировалось на дружбе всех национальностей, поскольку Украина все-таки не мононациональное государство, а многонациональное государство. Это вот этот, так сказать, тезис, который я хотел сказать. И второй тезис, следующий. Сегодня речь шла о демократии. Я, так сказать, своим взглядом вообще социалист, может вы слышали, так? Вот, и поэтому вообще считаю демократию, мы живем в буржуазном государстве сегодня, в буржуазную демократии. Это, по моим представлениям, это диктатура капитала. Почему? Потому что все средства информации у кого находятся? У капиталистов, у буржуазии. Именно они формируют все, что, так сказать, что говорить должны журналисты, что показывать должны в средствах информации. Именно капиталисты таким образом приходят к власти в первую очередь. И до тех пор, пока, так сказать, такая ситуация будет складываться, так оно и будет. И, к великому сожалению, в Украине сегодня складывается ситуация такая, идут во власть, платя большие деньги. А зачем много платят? Для того, чтобы раскрутить себя, да? А раз много платят, они хотят потом отыграть свои потери. И поэтому идет грабеж и лесу, и земель, и предприятий. И вот то, что мы сегодня имеем, так сказать, в обществе нашем, мало того, еще сформировались своеобразные кланы. К сожалению, некоторые из них поддерживают, наш народ поддерживает эти кланы. Например, вот партия регионов сформировалась. А как она, как к власти они пришли, по сути дела? Кто командует там, в Верховной Раде или здесь у нас, в местных органах власти? Те, кто подбирал депутатов. Они знают, что там 70% населения голосует за партию регионов. Они выбрали себе своих людей, кого они сделают депутатами. Они сделали депутатами, имеют большинство в органах власти. И теперь делают, что хотят. По сути дела, идет бандитский беспредел по разделу собственности, захвату земель и тому, что мы сегодня имеем. Вот как с этим бороться? Ну, я не знаю уже, как бы, так сказать, трудно даже предположить... Ну, для этого нашел, потому что мы все вместе думаем, как это не получится.